Территория Южного Урала, территория, большей частью зимняя территория, потому что зима у нас, извините, 7 месяцев. То есть снег, по идее, должен быть уже сейчас. Но вот не судьба. Но когда вы приобретаете снегоход, вы о чем еще задумываетесь? Конечно, вам необходим еще и транспорт для того, чтобы отвезти снегоход туда, где снег есть. А где сейчас снег есть? Ну, разумеется, в Абзаково, разумеется, на горнолыжном центре Металлург-Магнитогорск, что на озере Банное, да и вообще на кряхте уральской снег-то уже лежит. Поэтому плакаться о том, что снега сейчас нет, это не совсем правильно. Потому что, ну, те, кто любят активный отдых, те, разумеется, имеют и прицеп, и джип, ну, и домик в деревне. А вот там, пожалуйста, рассекайте. Дорогое ли это сейчас удовольствие? Да нет, недорогое, потому что, ну, машина сейчас, это действительно дорогое удовольствие. Но по цене автомобиля вы себе приобретаете снегоход здесь, на улице Московской, 50, в одном из подразделений сети Автоград. Супер-мега-центры для отрыва Ямаха. Вот здесь настоящий японский отрыв. Ну, здесь можно не только отрываться, здесь можно еще и качественно одеваться. То, на что мы до недавнего времени смотрели с завистью, сейчас вызывает в лучших случаях сострадание, в худших злорадство. Это я о автомобилях, естественно. Естественно купленных в кредит. То, что вызывало и вызывает уважение, это предметы, скажем так, активного, моторизированного отдыха. И тут надо понимать, мы предупреждали, как и какие машины, а главное, кому лучше покупать, чтобы не залезть в полную кредитную каку. Ну да, у вас своя голова и кто там лепечет с экрана. Ну, приятного аппетита. И с каки наку не сделаешь, никакими приправами. Вот это вещи, которые, даже если вы купите в кредит, ни приступа ненависти, ни пофигизма не вызовут. На этих агрегатах вам выдается ведро адреналина, положительные эмоции той же емкости. И в принципе я не встречал ни одного гаишного снегохода. Ну, вы поняли, о чем я. Теперь где и как рассекать. Ну, горнолыжки это естественно, но и про лед забывать не стоит. На льду даже 10-сантиметровый снег позволит чудеса творить и носиться с дивной скоростью. В общем, Ямаха-центр как раз то место, где есть самурайский дух, вдутый и через турбины в том числе. А пробованы, естественно, на снежных вершинах Японии. Я смотрю на вот эту модель снегохода Ямаха, смотрю на другую модель снегохода Ямаха и вижу. Цена-то вполне приемлемая. Цена не выросла в разы, как она вырастет на отдельные виды автомобилей. Хотя эта техника у нас в России не собирается. Насколько дорого заниматься мотоспортом зимой? Ну, на самом деле, на сегодняшний день стоимость снегохода не так уж высока. По сравнению даже с российскими производителями и производителями импортных производителей. То есть, если взять даже Ямаха 540 Викинг. Ну, это, конечно, двухтактный с воздушным охлаждением снегоход. Но цена у него достаточно приемлемая. То есть, в пределах 300 тысяч. На этом Викинге можно и тележку возить, и охотиться, я смотрю. Ну, про охоту со снегохода мы не будем говорить. Это все-таки немножко незаконное занятие. А вот, допустим, съездить за добычей можно. Ну, конечно. То есть, это многоцелевой утилитарный снегоход. То есть, на нем как прокатиться по лесу, как отдохнуть, да, в зимний период. Так и для работы, то есть, привезти дров или там съездить за добычей. Что мы еще можем? Можем ли мы предложить ребятам более такой экстремальный вид отдыха, туристический вид отдыха, либо на спортивном прометнуться? И насколько это, тех денег стоит, заложенных в цену снегохода Ямаха? Ну, на самом деле, снегоходы достаточно надежные. На них можно преодолевать большие расстояния. То есть, есть четырехтактные снегоходы с двигателями четырехтактными. То есть, у них и расход топлива поменьше. Ну, и, конечно же, больше удовольствия. А чтобы получать удовольствие, и ушки не заморозить, и ножки, и ручки, и пальчики. Что у вас есть для этого? Ну, для этого есть вся экипировка. То есть, начиная от термобелья, заканчивая специальными костюмами снегоходчика. Также есть шлемы с подогревами стекла, чтобы стекло не запотевало. То есть, все есть в наличии. А можно костюм получить на халяву? Да, сейчас проходит акция. На определенной модели снегоходов Ямаха предоставляется один костюм снегоходчика. Есть модель, на которую предоставляется два костюма снегоходчика. Ну, это как скидка, и я думаю, что достаточно хорошее. Если у нас сломался снегоход, ну, не дай бог, конечно. Такое бывает, ну, по синей лавочке, допустим, дали другу прокатиться, а тот в березу заехал. Долго ремонтировать? Ну, вообще, по поставкам запчастей, по обслуживанию. На данный момент в России создан, ну, установлен огромнейший склад по запчастям в городе Москве, в нашей столице. И поставки запчастей достаточно быстрые. И все-таки я, почему сюда пришел? Я пришел сюда за одеждой, потому что, ну, люблю такую грамотную одежду, которая мне и цвет дает, и согревает меня. Дорого ли это? Или можно найти, ну, комплект на любой вкус? Ну, есть варианты и подороже, есть подешевле. То есть, есть возможность приобрести в кредит. Ну, я думаю, что можно подобрать по любому кошельку. К сожалению, русский человек уже генетически запуган. Срочно в штаты на лечение. Поверьте, там к правительству относятся так же, как и правительство относится к населению. Там, купив автомонстра Тигуна с двигателем 5 либо 6 литров и прицепив к нему трейлер, люди катаются и в Канаду, и на Аляску. Ну, купите себе пикап и растаможьте, в конце концов, как грузовик. Купите грузовик, наконец, нормальный. Растаможка – это 40% от стоимости, а не от объема. У нас есть турбазы и на Урале не хуже, а снег в Екатеринбурге уже по колено. Япона-кочерыга, рассинол, нордика, спайдер и боско-дечельери реально курит и не стоит рядом с мотоспортивной одеждой. В мотоботах спокойно можно и на сноуборде рассекать. На одном снегоходе можно всю компанию по номерам расставить, а уже потом волка гнать. И, по-моему, это не запрещено. В общем, если у вас мозги свежи, если нервы крепки, если вы себя быдлом не считаете, если вам противен магнитогорец студенистый очковатый, то вы можете достойным образом организовать свою жизнь. Не прокакать ее, а прожечь достойным образом, а запалить и спалить. В ваши серые будни вам поможет экипировка и мототехника Yamaha. Вся представленная мототехника здесь, в салоне Yamaha. Эта техника, разумеется, не на 5 минут, не на 1 год. А на несколько лет, помните, замечательные снегоходы еще отечественные, которые, казалось бы, на ладон должны дышать. Так вот, на них катаются и 10, и больше лет. Ну, при должном эксплуатации. Та одежда, которую мы вам показали, и что это такое? Ну, это исключительно практичная одежда, она не маркая, что особенно характерно для такой телевизионной свиньи, как Алексей Челейкин. Вот, потому что, ну, она и грязь найдет, и залезет туда, куда не надо залазить. Во благо вам, о любимом телезрителе, для того, чтобы показывать вам лучшие кадры страны, России. Ну, кроме всего, эта одежда еще и позволяет вам и на горных лыжах кататься, и на рыбалку ходить. И ведь ничего страшного, что она такая цветастая, рыбка изо льда ее не увидит.